С вами канал Учебник Слух. География, 7 класс. Тема урока – Особенности природы Антарктиды. Антарктида – ледяной материк. Неужели это действительно так? Нет. Антарктида – такая же часть суши, как любой другой материк, только покрытая толстым слоем льда. Площадь этого ледяного покрова почти равна площади Антарктиды, а средняя толщина составляет более двух километров. В некоторых местах толщина льда превышает 4 километра. Слой льда толщиной 4 километра. Вы только представьте себе это. Откуда в Антарктиде столько льда, то есть замерзшей воды? Лед Антарктиды никогда не был жидкой водой. А откуда же он в таком количестве образовался? Из снега. Ведь выпавший зимой снег в Антарктиде летом не тает, поскольку и летом температура воздуха отрицательная. Поэтому в следующую зиму на этот слой снега выпадает новый снег, который тоже летом не тает. И так происходят долгие годы – десятилетия, столетия и тысячелетия. Старый снег под давлением более свежих слоев уплотняется и с течением времени превращается в лед. Сколько же времени потребовалось, чтобы накопилось такое огромное количество льда? По мнению ученых, примерно 20 миллионов лет. Таков возраст ледового покрова Антарктиды. В этом покрове сосредоточено около 99% всей пресной воды планеты. Представьте, все реки и озера содержат меньше 1%, все остальное – льды Антарктиды. Лишь около 3% площади Антарктиды свободно ото льда. Когда посреди вечных льдов вы видите такие участки, это кажется чудом, подобным оазисом в пустыне. Поэтому лишенные ледового покрова территории в Антарктиде тоже стали называть оазисами. Конечно, в них нет воды и буйной растительности, как в оазисах Сахары. Оазисы Антарктиды – всего лишь голые, отполированные ветром скалы. Что же в Антарктиде подо льдом? А там обычный рельеф. Есть горы и равнины разного возраста и высоты. Если бы льды Антарктиды вдруг исчезли, мы были бы сильно удивлены. Оказывается, форма материка совсем не такая, как на карте. Ведь почти треть его площади лежит ниже уровня моря. От берегов моря Уэддала до моря Росса протянулся могучий горный хребет – трансантарктические горы. Он делит материк на две части, отличающиеся рельефом и геологическим строением – западную и восточную Антарктиду. Западная Антарктида – это район развития современных геологических процессов. Здесь есть и низменности, и молодые горы, и даже действующий вулкан. Здесь расположена высшая точка Антарктиды с названием Массив Винсом. Его высота 5140 метров. Восточная Антарктида сложена древними горными породами. В основании этой части материка лежит древняя платформа. Здесь нет таких высоких гор, как на западе материка. Но зато вся поверхность приподнята над уровнем моря на высоту около полутора километров. Причем речь идет не о подлёдной поверхности. Теперь положите на эту поверхность слой льда толщиной 1 километр. Получается, что поверхность ледяного покрова находится на высоте 2,5 километров над уровнем моря. Люди, работающие на научных станциях, расположенных в центральных районах Восточной Антарктиды, Восток и Амундсенскот, находятся на очень большой высоте. Представляете, как нелегко им? Ведь к страшному холоду добавляется еще и нехватка кислорода. Восточная Антарктида является частью древнего материка Гондвана. То есть по геологическому строению и составу горных пород эта часть материка похожа на Африку, Австралию, Индию. Поэтому в восточной части Антарктиды могут находиться значительные месторождения каменного угля, железной руды и руд других металлов, алмазов, золота, урана. Однако добыча полезных ископаемых в Антарктиде не ведется. Не только потому, что это очень трудно, а еще и потому, что в 1959 году был заключен международный договор, запрещающий проводить в Антарктиде какие-либо работы, кроме научных. На берегах Антарктиды, где находится большинство научных станций, не так уж и холодно. По антарктическим понятиям не холодно. Зимой, конечно, температура опускается до минус 30 градусов. Да еще с ветром, но зато летом температура поднимается почти до нуля градусов. Тепло. Но все это касается побережья материка. А во внутренних районах? В центре Антарктиды климат более суровый. Средние температуры зимы составляют минус 45 минус 55 градусов. Обратите внимание, это средние температуры. Бывает и холоднее. Насколько? Градусов на 20-25. В первую же зимовку на станции Восток была зафиксирована температура минус 72 градуса. Долгое время эта температура считалась рекордной для нашей планеты, а станция Восток стала считаться полюсом холода, самым холодным местом на планете. Однако этот рекорд был побит. В Антарктиде была отмечена температура. Держитесь. Вспомните самый холодный зимний день вашей жизни. Вспомнили? Сколько тогда показывал термометр? Минус 25 или минус 30 градусов? Так вот, в Антарктиде в один из зимних дней 1983 года было минус 89,2 градуса Цельсия. Это почти космический холод. Холодный сухой воздух режет горло при каждом вдохе. Стоит только неосторожно глубоко вдохнуть на таком морозе. И воспаление легких почти гарантировано. Привычные материалы при такой температуре меняют свои свойства. Резина крошится, как черствый хлеб. Чугун становится хрупким, как фарфор. Чугунные трубы разбиваются в дребезги от удара молотком. Бензин превращается в трясущееся желе, а дизельное топливо можно резать ножом, как мармелад. Вот что такое минус 80 градусов. Где же в Антарктиде так холодно? На полюсе холода. Все на той же станции Восток. Это по-прежнему самое холодное место на планете. Но зато летом там всего-то минус 30. Полярники говорят «жарко» и выходят «загорать». Их можно понять. После минус 70 градусов как еще можно назвать минус 30? Только словом «жара». В нашем умеренном климате летом всего на 20 градусов теплее, чем зимой. А на станции Восток на 40 градусов. Вот что такое настоящий антарктический климат. Он очень сухой, очень холодный и годовая амплитуда температур в нем очень большая. Просто огромная. Такой климат мы называем континентальным. Характерная черта климата Антарктиды – это исключительно сильные ветры, которые дуют из центральных областей материка к его краям. Их называют стоковыми за то, что они как бы стекают с купола материка вниз к морю. На пути этих ветров нет никаких преград, поэтому у края материка их скорость просто огромна. Антарктида держит мировой рекорд не только по холоду, но еще и по скорости ветра. На краю ледяного купола материка зафиксирована скорость ветра 320 км в час. Это почти 90 метров в секунду. Для справки, ветер уже при скорости 30 метров в секунду называют ураганным. И ветры дуют в этих местах 300 дней в году. Побережье Антарктиды – поистине самое ветреное место на Земле. Холодно в Антарктиде. Очень холодно. И не только людям. Холодно всем обитателям материка. Единственным источником тепла являются океанические воды. Ведь океан замерзает только сверху, а под слоем льда вода остается жидкой. А это значит, что ее температура близка к нулю градусов. Когда поверхность материка остывает до минус 50 градусов, ледяная вода с нулевой температурой кажется теплой. Поэтому-то все обитатели Антарктиды живут на берегу материка и кормятся в море, где всегда есть добыча. В центральных же областях Антарктиды жизни нет. Почти как на Луне. Почему почти? Потому что в снегу живет несколько видов бактерий, которым лютые морозы не страшны. Но согласитесь, территория, заселенная одними бактериями, кажется нам безжизненной. Ведь бактерии не оставляют на снегу цепочки следов, они не рычат и не вьют гнезд. Поэтому-то весь разговор о животных Антарктиды будет касаться только ее береговой части. А почему только животных? Неужели нет растений? Есть, но очень мало. Несколько видов лишайников живет на скалах, свободных ото льда. Так что органический мир ледяного материка представлен почти исключительно животными. Причем, обратите внимание, все животные Антарктиды – хищники. Ведь если нет травы, то нет и травоядных, не так ли? Самые замечательные и самые многочисленные обитатели Антарктиды – пингвины. Эти нелетающие, неуклюже передвигающиеся по земле птицы прекрасно плавают и ныряют. Они могут нырять на глубину до 500 метров и находятся под водой в течение долгих 18 минут. С трудом ковыляющие к воде пингвины способны плавать со скоростью 20-25 километров в час. А если поторопятся, то 40 километров в час и даже больше. И такая скорость им просто необходима, ведь они прекрасные морские охотники. Но способность быстро двигаться, нужна пингвинам не только для того, чтобы догонять добычу. В море пингвин не только охотник, но еще и добыча. В воде его подстерегают более страшные хищники – киты-косатки и крупные тюлени, которых за пятнистую шкуру называют морскими леопардами. Но все враги пингвинов остаются в море. На берегу пингвины – самые крупные хищники. Здесь им некого бояться. Поэтому, когда в Антарктиде появились люди, пингвины их встретили без страха. Они и сейчас близко подпускают человека, и мало кто из полярников не привез домой своих фотографий в окружении этих симпатичных птиц. В Антарктиде обитает около 20 видов пингвинов. Самый крупный из них – императорский пингвин – достигает роста 120 см. Императорские пингвины удивительны тем, что откладывают яйца не весной, а в самый разгар зимы, когда дуют страшные ветры, а температура опускается до минус 50 градусов. В эти дни родители согревают одно-единственное яйцо, не давая ему замерзнуть даже в самые лютые морозы. Но как только зима остается позади и наступает короткое антарктическое лето, птенцы вылупляются и начинают быстро расти, чтобы к следующей зиме стать уже почти взрослыми, способными выдержать зимние холода. Императорский пингвин – самый большой, но самый распространенный – это гораздо более мелкий пингвин, который называется пингвин Адели. Кто бы мог его так назвать? И в честь кого? А? Это забавная и очень любопытная птица, ростом около 50 см. Полярники называют этих пингвинов Адельками. Если вблизи научной станции живут эти птицы, то людям никогда не бывает скучно. И пингвинам тоже. Люди и птицы ходят друг к другу в гости и получают от общения большое удовольствие. Пингвины не единственные птицы Антарктиды. На берегу живет много чаек, буревестников и других птиц. Кроме пингвинов, в Антарктиде обитает еще 15 видов птиц. В прибрежных водах много рыбы, мелких антарктических креветок и очень больших китов. Именно здесь проводят большую часть года самые крупные млекопитающие нашей планеты – синие киты. Крупные особи бывают длиной 30 метров. Животный мир Антарктиды не богат, но уникален. Животные, способные жить в этих суровых условиях, заслуживают всяческого уважения. Большинство видов антарктической фауны находятся под строжайшей охраной. В Антарктиде не гремят выстрелы. Антарктида – это огромный заповедник. Охота здесь полностью запрещена. Работа на антарктических станциях трудна и опасна. Она похожа на работу в космосе. Как и космонавтов, людей в Антарктиде окружает враждебная среда, выжить в которой без применения специальных средств невозможно. Зачем это нужно? Чем интересна Антарктида? Полярники, работающие в Антарктиде, занимаются изучением антарктических льдов, подледного рельефа и геологического строения земной коры. Интересен и органический мир ледяного материка. Очень большое место в антарктических научных исследованиях занимают наблюдение за погодой. Еще во время проведения Международного геофизического года выяснилось, что состояние атмосферы над Антарктидой оказывает влияние на движение воздушных масс всей планеты. А это значит, что атмосферные процессы в Южном полярном районе формируют погоду во многих уголках нашей планеты. Антарктиду даже называют кухней погоды Земли. Льды Антарктиды содержат огромное количество пресной воды, а ведь есть на Земле районы, испытывающие острый дефицит воды. Существуют проекты доставки антарктических айсбергов к берегам стран, страдающих от сухости климата. Недра Антарктиды хранят огромные нетронутые запасы полезных ископаемых. Пока добыча их слишком трудна, да и не очень нужна, ведь есть месторождения в более гостеприимных районах планеты. Но по мере истощения запасов, ресурсов других материков, значение Антарктиды как источника полезных ископаемых будет возрастать. И есть еще одна очень важная вещь, касающаяся Антарктиды. Это материк без границ. Это материк, на котором нет оружия. Это материк мира, на котором живут и работают люди из многих государств. Живут, помогая друг друг к другу, всегда готовые прийти на помощь человеку, независимо от того, гражданином какой страны он является. Может быть, именно здесь люди научатся жить в мире без войн и вражды? Повторим главное. Антарктида покрыта ледяным покровом, средняя толщина которого составляет 2 километра. Этот лед образовался в результате уплотнения снега, который не тает летом и накапливается в течение длительного времени. Возраст антарктического ледяного щита – около 20 миллионов лет. По геологическому строению и рельефу Антарктида делится на две части. Западная Антарктида представляет собой молодое горное сооружение. Здесь даже есть действующие вулканы. В основании Восточной Антарктиды древняя платформа. Ее поверхность представляет собой приподнятое плоскогорье. Антарктида – самый холодный материк. Температура воздуха в центральных частях материка иногда достигает минус 89,2 градуса Цельсия. Кроме того, в Антарктиде дуют исключительно сильные стоковые ветры. Животный мир Антарктиды сосредоточен в береговой полосе. Жизнь всех животных тесно связана с морем. Все животные Антарктиды – морские хищники. Самые многочисленные обитатели материка – пингвины. Атмосферные процессы в районе Южной Полярной области оказывают сильное влияние на состояние всей атмосферы Земли. Поэтому Антарктиду иногда называют кухней погоды.